22 декабря в спортзале Мясского электромеханического техникума состоялся турнир по волейболу, посвященный дню рождения командующего ВДВ генерала армии Василия Филипповича Маргелова. Очень приятно, что это спортивное мероприятие знали традиции, поэтому разрешите от имени общественной палаты, от общественного движения за возрождение Урала поздравить вас с этим спортивным мероприятием, пожелать вам крепкого здоровья. Пусть победит сильнейший. В Мясском электромеханическом техникуме уже пятый год подряд проводится турнир по волейболу, посвященный памяти Василия Маргелова. В этом году в нем принимает участие 7-я, 20-я, 19-я школы, а также студенты МЭМТО. Поскольку воспитательная работа у нас находится не на последнем месте, а туда входит военно-патриотическое воспитание, соответственно, у нас уже пятый раз проводится этот турнир. Наталья Юрьевич все время обратился к нам, мы обкликнулись и все это дело организуют на достойном уровне, приглашаем ребят, им это тоже интересно. Я считаю, что эта работа достаточно серьезная, ну, я думаю, полезная. Одна из задач этого мероприятия, что сегодня привлечь молодежь к патриотическому воспитанию молодежи, к службе в армии, привлечь им любовь к родине, к защите наших интересов, интересов не только нашего государства, нашего города, маленькой нашей родины, своих семей, ну и тем самым мы объединяем молодежь для того, чтобы они видели сегодня, ну, другая молодежь видела, что есть парни, которые стремятся к более высоким ценностям, чем, допустим, ходить по улицам и пить пиво и употреблять наркотики. По словам собравшихся, спорт – хорошая альтернатива вредным привычкам. Он укрепляет дух, закаляет характер, физически и морально развивает. Данный турнир хорош также и тем, что на нем, как правило, присутствуют люди, с которых можно и даже нужно брать пример. Я служил под Маргеловым, так сказать, практически 25 лет, так сказать. Последний раз я с ним встречался в 1984 году, когда он принимал экзамены в моем батальоне. Я был командиром батальона курсантов Рязанского десантного училища. Последний раз он был представителем комиссии и после этого мы уже с ним не встречались. Валентина Доморадская, Юрий Карпов, программа «24 мяс».